Ребята, у меня для вас важное замечание. Те, кто собирается покупать косметику по моему совету с корейского сайта, я вынуждена вам сказать, что вот эта вот умывалка отвратительно пахнет. Для меня это не так критично, потому что я не очень чувствительная к запахам. Но я знаю, что многие из вас наоборот. Запахи очень хорошо чувствуют и не любят плохие. Поэтому обратите еще раз внимание. Если вы такие, то может быть вам ее не нужно заказывать. Мы сегодня с Артемом говорили про странные привычки наши. И вот у меня есть привычка ходить по дому голой. И в принципе это не так страшно, если бы не одно, но первый этаж и окна в пол. Поэтому я приглашаю всех эксгибиционистов в Черногории к нам на огонек. Вообще, конечно, шутка. У меня уже подрастает сын, поэтому, к сожалению, приходится учить себя одеваться в домашнюю одежду. Если знаете, где в Тивити купить классную домашнюю одежду, скажите мне, пожалуйста, об этом в комментариях. Буду признательна. Вот это мы едем. Сначала поедем отдавать подарок девочке, которая выиграла в моем конкурсе про корейскую косметику. Только сегодня у нас получится встретиться. Затем мы поедем в магазин Beba Kids, потому что там распродажа 70%. Мой блог выйдет только вечером, поэтому мне не жалко для вас этой информации. Можете налетать вперед, нас все равно не успеете. И затем я буду заниматься с психологом. Артем будет с малышом, а потом Артем пойдет на работу, а я возьму малыша на себя. Вот такой пока план на сегодня. Все ведь поняли, что я нечаянно использовала неправильное понятие. Я сказала эксгибиционист, а на самом деле вуайерист. Потому что эксгибиционистка в данном случае это я, а вуайерист это тот, который любит подглядывать. Видите, я думала, что мой блог будет исключительно женским, но походу это совсем не про меня. Это одна из наших центральных улиц, которая ведет к набережной, к главной площади в Тивоте. Она очень фотогеничная, я смотрю, поэтому решила вам ее показать. Мы на пути как раз в магазин Beba Kids, где сейчас посмотрим нашему сыночку кое-что. Все, сейчас мы заходим на скидки. Та-дам! Здраво! А что им это за бебу еден год? Детчик. В общем-то подобрала я только вот такие штанцы. Нам нужна пижама и даже не нашла футболки. Но в принципе футболки у нас есть дома. Вот это стоит около 5 евро. Реально очень мало. Мы уже опять переместились в игровую. Сына там выиграет с воспитателем. Я только что пришла после психолога. Сегодня мы, конечно, копнули так глубоко, что я до сих пор нахожусь в таких смешанных и довольно тяжелых чувствах. Мы добрались до каких-то самых потаенных уголков моей души. И это очень интересно. Вообще, если вас, а я считаю, каждого человека по жизни что-то беспокоит, и в современном мире это просто необходимость иметь психолога и не обсуждать все с подружками, которые зачастую сами находятся в травмах и не являются осознанными людьми. А лучше обсуждать свои проблемы с профессионалом, который поможет разобраться вам в первую очередь в самих себе, поможет вам стать осознаннее, поможет даже добиться большего успеха в жизни и быть счастливее. Так что я всем от души советую взять себе психолога и заниматься еженедельно. И, кстати, именно поэтому очень часто я недолюбливаю всяких светлых человечков, которые, знаете, на словах светлые, столько у них любви. Даже в тех же самых постах на Инстаграме. А там только копнешь, только вот так заденешь, из них говно сразу начинает литься. А знаете, почему это происходит? Потому что они свои негативные эмоции не проживают, не проявляют этому миру. А они их трамбуют. Я же светлый человечек. Я же светлый человечек. Вот и буду таким светлым. И, в общем, никому это не нужно, правда. Человек должен быть проточным. Из нас могут выходить любые эмоции. Ну и как раз психолог тоже помогает вам проживать любые эмоции, не стесняясь. И это классно. И вообще, знаете, есть такие строчки. Любите злых в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках, кажется. Вот так вот это звучит. Я согласна вот с этим выражением. Мне больше нравятся люди, которые проявляют себя в полной мере во всех эмоциях. Яркие, красивые. Они собранные, ее личные девочки. Мартину в игровнице подарили вот такого Деда Мороза. И они теперь гуляют вдвоем. Они как два друга. Одинаково одеты. Примерно одинакового роста. Мартин, поздоровайся с Дедой. Так сегодня выглядит мой ужин. Потому что я в кровати лежу, обнимаюсь с малышом. Он себя плохо чувствует. И не отпускает меня. Да? Зайка. Плохо себя чувствует. Но у него режутся зубки. Мне еще сегодня досталась вот такая вот пита. Мартик разрешил мне встать с авокадо, с курицей. С чем еще, Артем? С йогуртом и горчицей. С йогуртом и горчицей. А вообще у нас дома, чтобы вы знали, нет щей, борщей и прочей ерунды. Потому что мы стараемся минимизировать быт. Готовим только тогда, когда это нам в удовольствие. Ну и еще, конечно, готовим для нашего сына. Но он ест очень однообразную еду. В основном это курица из духовки. Его любимый рис. Иногда там макарошки. Ну а все остальное у него такое же, как у нас. Это фрукты, овощи, сыры какие-то. Что? Ты у нас у меня. Ты не ешь фрукты, овощи. Я ем с фрукты, овощи. Ты ешь рисовые хлебцы с кремовой. Я ем. Ты просто не видишь. Ты не видишь, что с утра я всегда съедаю какой-нибудь фрукт. Я съедаю банан, там еще что-то. Честное слово. А кетчуп считается овощами? Фу, кетчуп я не ем. Но вообще в перспективе мне кажется, что готовкой должны, конечно, заниматься специально обученные люди. Лично меня, например, готовка очень изнуряет. У меня сразу же улетает куда-то муза. Я не могу создавать, если я слишком много думаю о таких земных вещах. Я бы много еще могла бежать и рассуждать на эту тему. Но меня зовет материнский долг. И мне пора бежать, проводить время с малышом. Поэтому я вас всех целую, обнимаю. И увидимся с вами завтра. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!